Эфир телеканала Беларусь и Терегомель продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Евро 2020 по гандболу стартовал. В эти минуты проходит первый поединок отборочного тура чемпионата Европы. В матче первого тура третьей квалификационной группы подопечные Томожа Чаттера в немецком Кубурге встречаются с командой Германии. В заявку белорусской дружины включены 16 гандболисток, в том числе и представительницы гандбольного клуба «Гомель». Вратарь Юлия Кунцевич и полевые игроки. Наталья Котина, Ирина Дронова, Екатерина Селицкая, Татьяна Цирибко, Наталья Гесть и Ирина Мокот. Напомню, в финальную стадию континентального первенства попадут по две лучшие команды из семи отборочных групп. Олимпийские дни молодежи проходят в Гомеле. В областной центр приехали спортсмены со всей страны. Всего около 75 человек. За победу борется молодежь 2002-2003 годов рождения. По итогам этого турнира будут определены не только лучшие боксеры страны в этом возрасте, но и сильнейшие команды республики. Нашу область представляют опытные спортсмены. Например, Александр Каревский и Дмитрий Бальков только вернулись с первенства Европы. Бальков привез с этого турнира бронзу. Я скажу, у нас серьезная команда. Не будем повездуременно говорить о каких-то этих самых. Мы настараемся на самую высокую победу. Завтра в программе соревнований полуфинальные бои. Старт в 15.00. Финалы пройдут в пятницу. Начало в 11.00. В Гомеле стартовало открытое областное первенство спортивного общества «Динамо» по академической гребле. В турнире участвуют юноши и девушки 2002-2005 годов рождения. Спортсмены будут определять лучших на протяжении двух дней. За победу борются представители команд Гомельского и Минского филиала спортивного общества «Динамо», а также Гомельского училища Олимпийского резерва из Дюшор номер 6. Соревнования для гомельских гребцов заключительные в этом сезоне. Гомельская команда сильна по традиции. Мы сейчас вернулись с Олимпийских дней молодежи. Там очень много первых мест, командно первое место. Так что гомельские гребцы всегда и в национальной сборной большую часть, основную часть, как говорится, занимают. Здесь участвуют победители Республики Беларусь, призеры Республики, ну и гоняются ребята, которые первый раз. Чемпионат района по футболу проходит в Мозыре. В турнире участвуют 8 команд, которые разбиты на две группы. В группе А лидирует сборная нефтеперерабатывающего завода. В группе Б команда «Гомельтехмонтаж». К соревнованиям присоединилась и юношеская команда футбольного клуба «Славия Мозырь» 2002-2003 годов рождения. Финал чемпионата пройдет 1 октября в Козенках. Стартовый свисток прозвучит в 16.00. Отмечу, участники чемпионата после этого турнира будут бороться за кубок Мозырьского района с четвертьфинальной стадии. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь4. Редактор субтитров А.Семкин